Аквариумистика Неудивительно, ведь считается, что в среднем 70% нашей планеты покрыта водой. Однако этот расчет не точен, ведь и я, и вы состоите из воды примерно на 80%. Все животные и растения состоят из воды, и вода, пожалуй, является одним из самых важных источников жизни на нашей планете. Более того, многие ученые считают, что все, кто сейчас живет на суше, когда-то вышли из воды. Конечно, в другом виде, но факт остается фактом. Так что можно смело сказать, что вода – это наша дальняя родина. Когда меня спрашивают, почему ты занимаешься именно аквариумистикой, ведь рыб нельзя погладить, они не выполняют команды и даже не издают звуки, я отвечаю просто. Птиц, кошек, собак и других животных я всегда вижу на прогулке. Они находятся всегда рядом. Они находятся вокруг меня. А вот посмотреть на жизнь рыб можно только через окно, которое называется аквариум. Многие из тех, кто не имеет никакого отношения к аквариумистике, считают, что это очень сложно. Менять воду в аквариуме, чистить налет и прочее. И это мнение имеет место быть. Ведь когда-то раньше это было действительно сложным занятием. Но мир меняется. И сегодня в нашем современном мире аквариум в доме не займет много хлопот. Полки аква-изоу магазинов заполнены специальными фильтрами, компрессорами, обогревателями и другими необходимыми вещами, которые содержание и уход аквариума делают элементарным. Пожалуй, не стоит забывать одну важную вещь. Чем больше аквариум, тем проще за ним уход. И не наоборот. Ошибочно полагать, что за маленьким аквариумом легче ухаживать. Это совершенно не так. С маленьким аквариумом больше мороки. Но обслуживание, конечно, дешевле. У богатых людей в большинстве своем обязательно стоит большой аквариум. Это престижно, красиво, модно. Аквариум это хороший тон. Более того, некоторые из богатых людей вне глаз намеряются кошельками через автомобили, жилье и аквариум. Но это уже совсем другая история. Аквариум в доме всегда приносит особый уют. Свою изюминку. Даже в Фэншуе говорится о том, что аквариум дома к истинному счастью, гармонии и благополучию людей, которые проживают в этом доме. Многие психологи рекомендуют заводить аквариум. И неспроста. Аквариумотерапия относится к самым первым методам медицинской релаксации. Этот способ психотерапии применяли еще в Древнем Китае. Уже тогда врачи использовали чаши с подводными обитателями для лечения. Получасовое наблюдение за жизнью рыбок помогало пациентам расслабиться, забыть о проблемах и обрести гармонию. Помимо этого, аквариум позволяет человеку реализовать свои глубинные желания, почувствовать себя творцом своего особого мира. Выступать в этом мире в качестве вершителя судеб. Быть в нем творцом. Аквариумы не только помогают снять напряжение, но и являются источником положительных эмоций. Замечу одну важную вещь. Все эти утверждения психологов относятся исключительно к красиво оформленным аквариумам. При этом есть еще масса нюансов. Например, для того, чтобы снизить гиперактивность ребенка, рекомендуется в его комнате поставить аквариум. Но если использовать в таких целях аквариум, необходимы и соответствующие рыбки. То есть рыбки с спокойным характером. Например, неоны, скалярии или вовсе дискусы. Если нужно наоборот прибавить сил и энергии, заводят активных рыб, например, цихлит или барбусов. Есть такая поговорка. Приви ребенку любовь к аквариумистике, и у него никогда не будет денег на наркотики. В какой-то степени это действительно так. Как правило, у людей, полюбивших аквариумистику, аквариумы растут. Так говорят. Сначала просто запускают самый обычный аквариум. Потом появляется желание получить потомство от тех или иных рыб. Покупают аквариум, который будет служить для нееста. Со временем заводят еще один выростовик, в котором рыбка будет взрослеть. Еще через время появляется нужда в карантинном аквариуме. То есть аквариум, в котором будет жить какое-то время вновь купленная рыбка перед посадкой в основной аквариум. Проходит время, и хочется завести что-то новое, например, креветок. Так человека поглощает любовь к подводному миру, но поглощает в хорошем понимании. Перед аквариумистом открывается интереснейший мир. Ведь у каждой рыбки свой характер. Поведение одного вида рыб от другого разительно отличается. А какие аквариумные растения украшают аквариумы? Это не то, что растут в горшках на окне. Есть целое учение в аквариумистике, которое направлено именно на растения. Но прежде чем мы поговорим об этом, необходимо понять, что вообще такое аквариумистика. Аквариумистика – это род занятий, связанной с моделированием экосистемы в замкнутом искусственном водоеме. Основными направлениями аквариумистики считаются научное, коммерческое и то, что интересует нас – декоративное. Декоративное направление подразумевает красивое оформление аквариума. Дизайн. Дизайн может разделяться на две важные составляющие – внешний и внутренний. Внешний дизайн отвечает за то, чтобы аквариум гармонично вписался в интерьер помещения и при этом был установлен так, чтобы в него не попадали прямые солнечные лучи. Хотя многие пренебрегают гармонией размещения и довольствуются только принципом подальше от окна. А зря. Внутренний дизайн отвечает за оформление внутри аквариума. Использует при этом аквариумные декорации, которые позволяют украсить аквариум. Декорации бывают натуральные и искусственные. Искусственный декор больше подходит новичкам или вовсе детям. Как правило, опытные аквариумисты используют только натуральные декорации и растения. При этом стремятся создать максимально приближенную среду к естественному водоему. Существует целое искусство в оформлении аквариумов, при котором сам аквариум становится живой картиной. Художественное оформление аквариума является одним из видов декоративного прикладного искусства, то есть своего рода аквариумный аналогом ландшафтного дизайна. На сегодняшний день пользуются популярностью два вида дизайна. Акваскейпинг, создание водного пейзажа и ландшафта с помощью грунта, камней, коряг и различных растений. И хардскейп. Под хардскейпом изначально понималось базовое построение аквариумной композиции, но сегодня хардскейп из понятия базового декорирования аквариума перерос в отдельное направление. То есть хардскейп – это декорирование аквариума только камнями и корягами без какой бы то ни было растительности. Такое оформление не только красиво смотрится, но и очень актуально, например, для содержания цихлит. Помимо всего прочего, выделяют несколько направлений в оформлении аквариума. Псевдоморе – это пресноводный аквариум, который имитирует морской. В оформлении такого аквариума используют искусственные кораллы, морские раковины и песок. Рыб заселяют исключительно ярких, а для освещения такого аквариума используют лампы синего цвета. Природный аквариум – шикарное направление, которое имитирует какую-либо часть суши. Это могут быть горы, леса, долины, скалы и прочее. Такой стиль создается исключительно из натуральных материалов. И что немаловажно, рыбки в таком аквариуме имеют второстепенную роль. Их задача – лишь дополнить композицию. Голландский аквариум. Это, попросту говоря, подводный сад. Основную роль в нем играют только плотно засаженные растения. При этом все растения строго зонированы и разграничены как по высоте, так и по пространственному положению. В таком аквариуме всегда есть дорожка из растений, уходящая вглубь аквариума. И подчеркивающая его перспективу. Главными элементами композиции являются камни, а точнее, несколько крупных камней или фрагментов скал, подобранных и размещенных строго определенным образом. Обычно в такой экспозиции используются три камня, частично покрытых густой, низкорослой растительностью, которая образует своего рода ковер по всему грунту в аквариуме. Сегодня в Ивагуми аквариумах используется более трех камней, но при этом их количество всегда нечетное. У каждого из таких камней свое название и предназначение, которое относится к философскому восприятию японцами природы. Рыбкам, увы, отводится второстепенная роль, а зачастую они и вовсе отсутствуют в таких аквариумах. Риобоку или Риобоку подразумевает под собой гармоничное расположение коряг. Именно на коряге делается основной акцент, но при этом в аквариумах могут быть и камни, и, конечно, растения, но они не должны акцентировать на себе внимание. Аквариумный дзен-сад Это обустройство аквариума в соответствии с философией дзен-буддизма. Цель таких аквариумов – создание атмосферы умиротворения и спокойствия. В севе дзен-сад основное внимание уделяется созданию изящных, смысловых композиций с водными, растениями и с элементами хардскейпа, то есть корягами и камнями. Иногда в аквариумах с дзен-садом вообще нет растений, их место занимают мхи или же просто песок, символизирующий небо. Биотоп Это еще один вид аквариумного дизайна, который повторяет природные водоемы. Настоящие мастера в этом стиле очень тщательно и максимально точно повторяют естественные природные водоемы. Более того, многие из них сами делают фото водоемов, чтобы в дальнейшем по ним воссоздать частичку этого водоема. Самыми лучшими мастерами этого дела не просто повторяются все, что есть на фото, но еще встраивают поливочные установки, чтобы создать эффект дождя в тот или иной период годичного цикла. Но на этом не останавливаются и создают даже систему восходов и закатов. Но для всего этого необходимо быть настоящим фанатом биотопов. Нужно еще сказать про пика и наноаквариумы. Считается самым сложным и самым профессиональным видом акваскейпа. Это аквариумы объемом от 50 грамм до 10 литров. Такие объемы сложны в уходе, подборе гидробионтов и декорации. Также сложности возникают в выборе и подборе оборудования. Зачастую мастерам приходится переделывать оборудование, предназначенное для более крупных аквариумов. Все эти направления имеют своих асов. Среди аквариумистов проходят соревнования и конкурсы по оформлению, где выделяются настоящие мастера своего дела. Все эти направления в оформлении аквариума предназначены для того, чтобы радовать глаз. Такие аквариумы – настоящее украшение для дома, офиса, ресторанов, больниц и других помещений. Однако есть и другие аквариумы, которые преследуют иные цели. Например, разведение рыб, выведение новых разновидностей или работа над каким-то определенными видами рыб. Как правило, в аквариумах таких аквариумистов эстетика и внутренний дизайн занимают последнее место или отсутствуют вовсе. Такие аквариумы или даже целые стойки с аквариумами называются рабочими. Все, о чем я сейчас говорю, это лишь маленькая капля в море мира аквариумистики. Мира загадочного, многогранного и неоднозначного. На канале Пар приоткрывается дверь в этот таинственный мир. Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал и идите с нами по пути аквариумистики. Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.